Здравствуйте! Вот, помню, дело было в 71-м году. Мы тогда купили телевизор. Первый был у нас телевизор. Включили его. И вот, значит, у нас было расписание телепередач. Была такая программа учебной телевидения. А на нём была программа для поступающих в ВУЗ. А я как раз тогда был в 10-м классе. Это была, значит, осень. А это был в тот же день, или на следующий день, как мы купили телевизор. По телевизору показывали вот эту вот программу для поступающих в ВУЗ. Такая большая, громоздкая, полуторачасовая, с маленьким перерывчиком в середине. Читали нам лекцию по математике или по физике. Да, вот так вот. И, кстати, очень повезло мне. Повезло, невозможно. Там сказали, вот сегодня, говорит, на этой неделе последний день, когда мы проявляем ваше заявление. Обратите внимание, чтобы правильно были оформлены. И показывают. Вот, ну, как это, например. Хорошо, во весь экран смотрю. А там фамилия моего знакомого из соседнего класса. Фу, я к нему на следующий день подошёл. Расскажи, как, чего, куда писать. И я, значит, устроился на эти телевизионные подготовительные курсы. Вот бы сейчас такие создать, да? Не получается теперь. А почему? Вот раньше телевизор был замечательным источником всякой полезной информации. Я вас уверяю. Чудные были передачи. Сейчас бы их никто смотреть не стал. Но зато много чего нового. Мы из них узнавали. Неспешно. Вот была мы передача музыкальной встречи. Часовая передача. И как там целый час. Такой, значит, небольшой оркестрантик маленький рассказывал про оркестровое музицирование. Как он в оркестре играет. И у него там, значит, он какой-то такой музыкальный инструмент. Не знаю, дудочка такая маленькая. И вот он там участвует в исполнении симфонии, состоящей из, так сказать, трёх частей. Его вся партия укладывается во вторую часть. Вот он всю первую часть готовится, как так настраивается. Вторую часть вот сейчас вот уже вот ему играть. Вот он уже вот взял трубочку свою. И вот в нужный момент ему дирижёр показывает палочку. Он думал «У». Это вот вся его партия. «У». Один раз сделать «У». И потом он тоже вот отходняк у него. Потом ещё вторая часть. Потом он встаёт клана, поклоны. Да, вместе со всем оркестром. И вот он вот часто рассказывает, как он играет эту симфонию. И вы вот в деталях знали вот жизнь, да, понимаете. Узнать жизнь другого человека, другого человека, другой профессии, это очень интересно. Не пойду я в оркестранты. Скучно один раз дуну, ду сделать. Остальное время только изображать творчество. Не пошёл я в оркестранты. Вот. Передача была, очевидно, невероятная. Помните, вёл, так сказать, капица Сергей Петрович? Вот. Сын знаменитого Петра Леонидовича. Тоже поучительная передача. Каждую неделю выходила ведь большая, часовая передача, её все смотрели. Да, это популярная была. А что сейчас-то у нас как-то? Мало научпопа, да, научно-популярных передач. Ведь сколько журналов издавалось научно-популярных. И казалось, вот журнал «Знание силы», 300 тысяч экземпляров всего тираж. Ну, кто его читает? Да, тогда. А сейчас 300 тысяч. Сейчас бы такой тираж какому журналу. Нет такого. А я вам расскажу. Я вам объясню, почему. Дело в том, что тогда телевидение жило за счёт государства. Очень много, например, научно-популярных программ делает BBC. Но вы знаете, как функционирует телевидение в Великобритании? Там есть налог на каждого владельца телеприёмника. Если, не дай бог, установят, что в вашем доме есть телеприёмник, а вы не платите этот налог, то, значит, это неправильно. Вам скажут, что это неправильно, и даже вас как-то там накажут. Я не знаю, что в деталях, но как-то вот так. Знак законопослушные британцы платят за телевидение. И вот на эти вот сборы и существует BBC. Оно не обязано себя окупать. Современное телевидение обязано себя окупить. И кто будет смотреть эти учебные программы? Хочется отдыхать, да? А там вот смотри всё. Вы видели, как разительно отличаются, например, британские телесериалы от американских телесериалов. В британских телесериалах и серии даже длиннее, по полтора часа. А в американских по 45 минут. Всё должно кончиться быстро. А там вот как-то вот... С одной стороны интереснее, а с другой стороны, кто его знает? Хотите ли вы, чтобы было телевидение у вас платным? Нет ведь? Удачи вам, всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok